Утро от первого, ты на месте. Ты на нас за рвотом, вручили до тускового голоса. Ты запринят, уезжаем. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью в ходе операции Стоп Трафик проверили несколько городских саун. В одной из них была задержана сотрудница заведения, которая за тысячу тенге поставляла девушек клиентам заведения. На администрацию сауны заведено дело по 209-й статье Уголовного кодекса Республики Казахстан. Всего же на территории области в ходе оперативного мероприятия зарегистрировано 16 подобных фактов, в числе которых 4 факта торговли людьми. Всего же на территории области в ходе оперативного мероприятия зарегистрировано 16 нарушений Уголовного кодекса, в числе которых 4 факта торговли людьми. На специальный учет взято 15 женщин, оказывавших интимные услуги. Сотрудники дорожно-патрульной полиции днем примерно в 10.30 на Тамерлановском шоссе задержали автомашину Нива, водитель которой нарушил правила дорожного движения, полностью затонировав стекла автомобиля. На законные требования полицейских предъявить документы он сначала ответил отказом. Более сговорчивым стал после вызова на место задержания съемочной группы пресс-службы Департамента внутренних дел. У нарушителя полицейские изъяли права, заполнив на водителя Нивы протокол за незаконную тонировку стекол. Днем 1 апреля на трассе с сообщением Казаларда-Шимкен полицейские зарегистрировали очередное ДТП. Водитель грузового рефрижератора съехал с трассы и сбил дорожное ограждение, едва не перевернувшись. По одной из версий полицейских водитель уснул за рулем. К счастью, в этой аварии никто не пострадал. Теперь, помимо штрафа за совершение ДТП, водителю придется оплатить и расходы по восстановлению поврежденного ограждения. Дорожные полицейские приезжали, начертили схему ДТП. Сказали, придется водителю оплачивать и работы по ремонту ограждения. Сам водитель где-то возле машины ходит. Казаларда-Шимкен полицейские приезжали.